Сезон простудных заболеваний еще не в разгаре, но харцезяне уже массово болеют. Заметный рост пришелся на конец сентября – начало октября, когда диагноз ОРВИ был поставлен 679 пациентам. И все же в городе сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости, доложил сегодня на очередном аппаратном совещании главврач Центральной горбольницы Дмитрий Адриковский. Из-за регистрации подтвержденного ковида на территории Харциска не было. Дальше всего завершили режим самоизоляции – 3139 человек. С подозрением на ковид находится 162 человека. За отчетный период, то есть с 5 по 11 октября, в медучреждениях Большого Харциска случаев ОРВИ было зарегистрировано на 153 меньше, чем недели раньше. Сотрудники полиции следят за выполнением противокоронавирусных мер в общественных местах, магазинах, предприятиях бытового обслуживания харцезян. В своем докладе, исполняющий обязанности заместителя начальника Харцисского городела полиции Михаил Кияшко, кроме информации о криминальных правонарушениях, счел нужным сообщить о принимаемых правоохранителями мерах, направленных на сдерживание эпидемии ковид-19. Составлено 89 протоколов за нарушение карантина и масочного режима. То есть, хотелось бы отметить, что граждане несерьезно относятся к защите своего здоровья, имеют факты и продолжают иметь место факты нарушения масочного режима в торговых объектах закрытого типа. Везде, насколько докладывают сотрудники, при проверках имеется предупреждение, то есть объявление соблюдать масочный режим. Однако, в основном, весь персонал, в большинстве даже случаев, весь персонал, то есть в масках граждане игнорируются. Боремся потихоньку. Будем к нашим гражданам пытаться достучаться, потому что они должны беречь не только свое здоровье, но и здоровье окружающих. За последние сутки в ДНР выявлено 110 новых случаев заболевания ковид-19. Свежие цифры сегодня были опубликованы на официальном сайте Минздрава Республики. С дважды отрицательным тестом лечебные учреждения покинули еще 23 человека. Кроме того, зарегистрировано 4 летальных случая. Скончалась 58-летняя женщина и мужчины в возрасте от 45 до 85 лет. Всего же по состоянию на 10 часов утра 13 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции ковид-19 на территории ДНР – 4666. На стационарном и амбулаторном лечении находятся 2112 пациентов. Выписаны 2261 человек. Летальных случаев – 293. Украина готовится к новым вспышкам коронавирусной инфекции и к перегруженности больниц. За последние сутки в Незалежной было зафиксировано 4420 новых случаев инфекции ковид-19. В Киеве уже планируют при необходимости открыть инфекционный госпиталь во Дворце спорта. В Одессе подготовили около полусотни мест для больных ковид-19 в ожоговом центре. При недостатке мест планируется развернуть госпиталь в спорткомплексе «Олимпиец». Министерство образования просит с середины октября и до конца месяца отправить школьников на каникулы, а вузы перевести на дистанционное обучение. В минувшую пятницу на Луганщине при тушении пожара в районе села Болотинное Станично-Луганского района. В результате наезда пожарного автомобиля лесного хозяйства на неустановленный взрывоопасный предмет произошла детонация. В результате чего получили контузию пожарный спасатель и два сотрудника государственного лесоохотничьего хозяйства. Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит. Украина рискует остаться без национального парка «Тузловские лиманы». Из-за массового высыхания водоемов в Одесской области ветер разносит соль по полям. Уже высохло пять лиманов, на очереди шестой. Чтобы возобновить водоснабжение, нужно выкопать ров до Черного моря, утверждают экологи. Для восстановления водообмена потребуется более полумиллиона гривен. На данный момент профильное министерство не имеет возможности профинансировать эти работы. Вчера бригаде Харцисского горводоканала пришлось устранять очередной порыв на участке центрального водовода в районе пересечения бульвара Полупаново и улицы Постышева. Чугунная труба диаметром 400 мм снова дала течь. К ремонтным работам коммунальщики начали готовиться еще на прошлой неделе, так что о возможных перебоях с подачей воды на город харцезян предупредили заранее. Утром в понедельник ремонтники горводоканала взялись за дело. К трубопроводу подобрались довольно быстро, однако обнаружить точное место порыва оказалось не так-то просто. Тот факт, что на данном участке расположен целый ряд иных коммуникаций, еще более усложнил коммунальщикам задачу. Были плановые, стали уже экстренно аварийные, потому что с каждым днем вода все больше и больше идет до самолета, заливает. А ближеится зима, и чтобы не было наледнения, решили сегодня предупредить город на всякий случай и сделать вскрытие асфальта. Но дело в том, что кабеля идут ПЭСовские, и мы уже под них подкопались, а порыва так еще и не обнаружили. Воду на город не перекрываем, потому что пока порыв не найдем, а потом уже будем, когда сварочные работы проводить, может быть, на пару часов остановим воду. И дело в том, что под асфальтом идет кусок стальной трубы, где-то, наверное, метров 8, а вот где мы стоим, тут уже чугунка идет, и порыв произошел на стальной вставке. Это нам проще будет сделать сварочные работы, только надо как-то докопаться. Ближе к вечеру коммунальщики таки добрались до места порыва. В итоге город обезводили всего на 40 минут. За это время специалистам предприятия удалось ликвидировать аварию. В 17.00 ремонт был закончен, и в дома абонентов была подана вода. Сегодня бригада горводоканала работала уже на Липовке. Устраняла порыв на улице Кашевого. Там не выдержала нагрузки еще одна чугунная труба диаметром 200 мм. И 10 близлежащих улиц на время также пришлось отключить от централизованного водоснабжения. Харцизский РЭС предупреждает своих абонентов на черемушках о кратковременных отключениях электроэнергии. Завтра, 14 октября, на подстанции Липова электрики будут выполнять ремонт. На время оперативных переключений свет погаснет утром в период с 8 до 9 часов и днем ориентировочно с 15 до 16.30. Без электроснабжения останутся 9 многоэтажек по улице 40 лет освобождения Украины, 6 домов по Чумака, еще 8 домов, приписанных к юбилейному микрорайону и пятиэтажка Жуковского, 43. 14 октября 1926 года вышла книга английского писателя Алана Милна о приключениях медвежонка Винни-Пуха. На этом известность Милна как драматурга закончилась, все другие его произведения ушли в тень. Прообразом медведя-шалунишки стал плюшевый мишка сына писателя Кристофера по прозвищу Эдвард. В честь медведицы из лондонского зоопарка по кличке Винни-Пек он был назван Винни. После посвящения в рыцаре знаменитый персонаж обрел и фамилию. Теперь он Сэр Пух де Бир. Для русскоязычных жителей Винни-Пух, конечно же, имеет фамилию Леонов. Евгений Павлович дал этому герою советских мультфильмов свою фигуру, походку и неподражаемый голос. Наш отечественный поэт и медовед Винни-Пух для нас намного милее диснеевского собрата. Нам близка его нехитрая поэзия и житейская мудрость, побуждающая Винни ходить в гости по утрам. И только неправильные пчелы со своим неправильным медом помешали медвежонку блестяще исполнить роль тучки, весело летящей в синем-синем небе. Завтра в нашем регионе ожидается переменная облачность. Температура воздуха от 18 до 24 градусов. Юго-западный ветер 4-7 метров в секунду. Ночью ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха 15 градусов. Переменная облачность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин